Ты, Сэм, салют, добро пожаловать на HipCode, a.k.a. HipHop для детей, a.k.a. для детей HipHop культуры, и пришло время поговорить об абсолютной классике. Rolling Stones называет этот альбом 133-м в списке 500 лучших альбомов всех жанров и всех времен. Но Бигги не получил ни одну номинацию на Грэмми за этот альбом. Альбом не стал платиновым во время его жизни, став платиновым только после его смерти. Этот альбом — это одна из главных причин, почему 94-й год считается топ-3 years in HipHop. Это дебютный альбом Notorious B.I.G. a.k.a. Кристофер Уоллеса «I'm Ready to Die» или «Я готов умереть». Let's go! Кристофер Латори Уоллес родился в 1972 году в Бруклине в семье ямайских эмигрантов. И начинается альбом с того, что Бигги проводит там небольшую быструю экскурсию по его жизни до данного момента. Мы слышим его рождение. Мы слышим, как родители спорят о том, почему он такой раздолбай. Отец бросил семью, когда ему было всего два года. Затем мы слышим, как он с другом планирует хассл. Мы слышим, как он попадает в тюрьму. И мы слышим, как он выходит из тюрьмы и говорит о том, что он больше сюда никогда не вернется, потому что у него большие планы. И все эти эпизоды, они сопровождаются музыкой. Такое ощущение, что в самом начале Бигги хочет показать нам, что его музыкальные корни, его музыкальные вкусы, они обширны. R&B, Funk и West Coast Hip Hop, который на тот момент был главным хип-хапом в мире. Но я хочу обратить твое внимание на небольшую реплику во время этих эпизодов. Реплика, которая выражает мысль, которая будет повторяться в течение всего этого альбома. Бигги говорит. Слушай, чувак, твоя мама дает тебе денег, чувак? Моя мама мне ничего не дает. Время получить свое. Идея о том, что его мама недостаточно делала для него, поэтому он оказался в этом дерьме, будет повторяться в течение этого альбома из раза в раз. И я хочу обратить твое внимание на это еще в самом начале. И вообще, это интро одно из моих самых любимых, одно из лучших интро, которые я когда-либо слушал, потому что оно плавно вводит тебя в курс, в контекст и в историю. И затем начинается композиция Things Don't Change, которая сходу же начинается с таких слов. Помнишь времена, когда чуваки носили крутые прически, отдыхали на барбекю, пили холодные напитки, тусовали с соседними пацанами на улицах? Теперь, отмотая на 93-е, чуваки умирают на этих улицах. В самом начале Бигги показывает тебе контекст. Он настраивает, так сказать, эту сцену и показывает тебе то, о чем он будет говорить на этом альбоме, не всегда было так. Кроме того, не то, что даже не всегда было так, ему не нравится то, о чем он будет говорить на этом альбоме. Бигги известен тем, что уже в 12 лет он стал заниматься продажей наркотиков. Но он также известен тем, что окончил среднюю школу с отличием по предмету английский язык и с 15-летнего возраста стал читать рэп на улицах. Поэтому на этой же песне, на третьем куплете, он говорит Если бы не рэп-игра, то я бы, скорее всего, носил килограмм. Был бы по колено в этом крэк-дерьме. Потому что у этих улиц есть только два выхода. Либо ты продаешь крэк, либо у тебя отличный бросок сверху. С самого начала этого альбома мы понимаем, что это история о образованном и талантливом мальчике. Это история о мальчике, который родился в ужасном инвайоменте, который настроен против него. Который вынуждает его делать вещи, о которых он сам не гордится. И кроме того, это история 21-летнего чувака, который заявляет о том, что он готов умереть. Затем приходит песня, в которой Бигги... Бигги создает гимн образу жизни, который поддерживает он и миллионы людей. В этой стране. Он создает гимн этой хасл жизни. Но в этом гимне он умудряется рассказать и показать, как эмоциональную сторону этого образа жизни. Так и систематическую, историческую, так и корни этого образа жизни. И так как в самом начале мы поняли, что Бигги не просто какой-то рэпер, а талантливый поэт с молодости. Он не просто высказывает свои мысли под бит, а придумывает интересный твист. На первом куплете мы слышим. Я готов забрать эти деньги, старик. Ты со мной? Конечно же. Посмотри на мои карманы. Они и так пусты. Бигги выкладывает этот гимн в стиле стори-теллинга, а именно в стиле разговора двух чуваков, которые собираются на хасл. И первый чувак, и второй чувак. Это голоса Бигги. И опять-таки, когда я слушаю Gimme the Loot, я вижу то, как Бигги показывает эмоциональную составляющую хасл жизни и систематическую. Систематическую я вижу на первом куплете в словах Чувак, тебе не нужно мне ничего объяснять. Я воруюсь с тех пор, как сошел судно роботорговца. Это слова-комментарии на тот environment, в котором эти два чувака находят себя. Они изначально находят себя в непригодных, в ужасных обстоятельствах, которые подталкивают их к делать то, что они делают. Опять-таки, это исторические или систематические корни хасл жизни. Затем я вижу эмоциональное. Там, где на втором куплете он говорит. Я просеиваю район, ворую у женщин тоже, и мне плевать, если ты беременна. Гони свои кольца и подарки на Кристины. Что за дерьмо думаешь ты, а потом ты вспоминаешь, что в самом начале он же сказал I'm ready to die, он объявил войну всему, поэтому ему абсолютно наплевать на все. Что значит Gimme the Loot? Когда ты слышишь Gimme the Loot, это значит, что чувака не нужно стараться переубедить. Это значит, что с чуваком не нужно стараться спорить. Это значит, что нужно отдать ему все, что у тебя есть. Потому что человек, который дошел до состояния Gimme the Loot, он находится на абсолютном дне своего существования. Он уже ответил на себе, для себя, на все вопросы. Я хочу обратить внимание на то, что мы находимся только в самом начале этого альбома, а Бигги уже успел подарить нам гимн. Gimme the Loot — это один из самых больших песен хип-хапа. И Бигги не просто выдает, опять-таки, рифмы под бит. Он придумывает любопытный поэтический инструмент. Эта песня звучит как короткометражный фильм от 21-летнего чувака. И, кроме того, он умудряется внедрить комплексный образ жизни, который, опять-таки, содержит как эмоциональные составляющие, так и исторические, систематические. Все это он укладывает в одну фразу — Gimme the Loot. Когда ты слышишь фразу Gimme the Loot, каждый понимает, что это значит. Следующая песня, которую я хочу отметить, — это Ready to Die, или Я готов умереть, или заглавная песня альбома, титульная песня альбома. И когда ты доходишь до этого момента на альбоме, ты уже успел проникнуться в историю героя. Или хотя бы ты успел увидеть, разглядеть его боль и понять, что изначальное твое отношение к этому герою, или изначальные твои суждения, или изначальный твой скепсис, он был скорее плодом твоего незнания. Потому что, как оказалось, не все так просто. Как оказалось, у его образа жизни, у того, что он делает, есть огромные истоки, есть огромные корни, которыми он успел поделиться вплоть до этого момента. И затем на этой песне, на первом куплете, ты слышишь такие слова. «Мое дерьмо глубоко, глубже, чем мой гроб. Я готов умереть, и меня никто не спасет. В жопу мир, в жопу мою маму и мою девушку. Моя жизнь еще более запутанная, чем Куды Джерри Кэрл. Я готов умереть». Эта строчка о том, что «Мое дерьмо глубоко и глубже, чем мой гроб», она показывает две вещи. Опять-таки, то, что ты о нем думал, видя его где-то там на улице, здесь ты понимаешь, что ты многого не знал. Именно поэтому ты бросал на него эти стереотипы и это мышление. Затем мысль о том, что «Мое дерьмо глубже, чем мой гроб», говорит о том, что Бигги отдает тебе полный отчет. Он отдает тебе отчет о том, как это закончится. Он говорит о том, что он умрет за то, что он делает. И слушая этот альбом, ты видишь, что Бигги не старается изобразить эту жизнь, эту хассл-жизнь, эту гангст-жизнь в каких-то ярких цветах. Нет, он старается максимально искренне, максимально детально показать тебе, из чего состоит его лайфстайл. И потом, вспомни, в самом начале была его мама, на этой песне она снова возвращается на втором куплете. «Моя мама не давала мне то, чего мне было нужно. Что за дерьмо? Именно поэтому теперь я использую свой глок. Дерьмо реально, и я голоден». Затем после этих слов ты слышишь, как в конце на аутро этой песни Павдэди поет колыбельную. Я не знаю почему. Возможно, это его поэтический гений, он старается показать. Но в течение этого альбома он постоянно будет повторять о том, что вполне возможно, Кристофер Уоллес не стал бы тем натурисом B.I.G., который мы знаем, если бы его родители, если бы его мама в самом начале жизни употребила должное время и должное внимание на воспитание своего сына. Следующая песня, которую я хочу отметить, это «Juicy». И это второй на очереди абсолютный хит. Даже не хит. Абсолютное золото и абсолютная классика не только этого альбома, но и всего хип-хопа. Кроме того, это первый сингл с этого альбома. И на этой песне Бигги начинает с того, что проводит. И в целом на этой песне он проводит нам экскурсию по своей жизни. Начинается это с первого куплета, где он говорит. Все, что у меня есть сейчас, было моей мечтой. Все начинается с того, что Бигги приглашает нас, условно говоря, в свою комнату, показывает нам плакаты, которые висят на его стене. И как и на интро, он показывает нам ту музыку, на которой он рос и так далее и тому подобное. Но обрати внимание еще на то, как много в течение всей этой песни, да и даже на этом небольшом куплете, как много неймдроппинга. Эта песня считается классикой не только потому, что Бигги тут интересно и любопытным образом проводит нам экскурсию по всей своей жизни, но кроме того, когда ты слушаешь эту песню, ты, условно говоря, видишь небольшую экскурсию по становлению хип-хопа. Эта песня показывает как становление Бигги, так и становление хапа. Он это все увязал в одно, и поэтому это считается одной из самых больших песен в истории хип-хоп. Кроме того, это его строчка о том, что кто бы мог подумать, что хип-хоп дойдет так далеко. Он это сказал в 93-94 году, но эти слова до сих пор цитируются в отношении того, как сильно и как быстро смог развиться этот хип-хоп-гигант. Затем приходит куплет, и я хочу обратить твое внимание на него. Ты отлично знаешь, кто ты есть, не позволяя чувакам держать тебя, целься в звезды, у тебя есть цель. Это первый позитивный момент на этом альбоме. Даже на относительно веселом BTS Machine Gun Funk Бигги говорил о том, что он живет с фанком, и о том, что он умрет с фанком. А здесь мы впервые на этом альбоме слышим какую-то весточку надежды, мы слышим этот голос, который говорит Бигги о том, что ты на этой песне забываешь о том, что чувак хочет умереть. Он будто бы рассказывает нам о своей мечте, и все еще имеет будто бы какую-то веру относительно перспектив своей жизни. Затем на втором куплете приходят одни из моих любимых слов во всем гребаном хип-хапе. Меня считали идиотом, потому что я бросил школу. Стереотипы черного мужчины неправильно понятые. Fuck. Стереотипы of a black man misunderstood. Эта строчка, она... Это золото. В этой строчке Бигги опять-таки показывает, когда ты смотришь на него со стороны, ты не знаешь его бэкграунда, ты не знаешь истоки его боли. Поэтому стереотипы черного чувака неправильно поняты. Ты видишь, что он бросил школу, он торговал крэком, но ты не знаешь, что он закончил среднюю школу с отличием по английскому языку. Ты не знаешь, что отец бросил его, когда ему было два года. Ты не знаешь уровень преступности в его районе, в котором он родился. Он родился в этом районе, он не сделал этот район таким. Поэтому стереотипы черного чувака неправильно поняты. Я вспоминаю нашу однокомнатную дыру. Теперь моя мама ездит на дорогой машине, и она любит хвастаться обо мне с своим подругом. Она улыбается всякий раз, когда мое лицо на обложке The Source. Вспомни, в течение всего этого альбома он уничтожал свою маму, говоря о том, что эта дура не заботится о нем. А здесь он говорит о том, что его мама гордится им. Чуть раньше он говорит о том, что они пьют вместе шампанское. Вся эта песня звучит, будто бы она не принадлежит этому альбому. Эта песня звучит так, будто бы наш главный герой где-то уснул, и ему приснилась фантазия, и он забыл о том, что этот альбом о том, что он хочет умереть. На этой песне он будто бы видит альтернативную, более хорошую или лучший сценарий развития своей жизни. Следующая песня, которую я хочу отметить, это Big Papa. Следующий хит не только этого альбома, но и в целом хип-хоп музыки. И когда ты доходишь где-то около Big Papa на этом альбоме, ты начинаешь понимать, что Ready to Die посвящен главной теме, а именно теме жизненных тяжеб на Торис и Б.А.Г. 8 песен на этом альбоме посвящены этой теме. И Biggie умудряется раскрыть эту тему с разных углов, показать разные составляющие этой темы, и, как мне кажется, это главная причина, почему Ready to Die является классикой хип-хопа. Biggie использует свой поэтический талант, чтобы веером раскрыть жизни миллионов людей в той Америке. Затем, конечно же, есть песни Big Papa и песни One More Chance, Fuck Me, Friend of Mine, Just Plain, Me and My Bitch, песни, в которых мы видим уже другую тему этого альбома, а именно секс и взаимоотношения с девушкой. Есть Fuck Me, которая является фактически сценой секса Biggie и Lil' Kim. Есть интро, точнее аутро на Respect, где девочка делает мини от Biggie. И интро на One More Chance, где мы слышим телефонные звонки девушек, которые стараются понимать, почему Biggie их игнорирует. Когда ты слышишь эти песни, у тебя создается ощущение, будто бы Biggie решил достигнуть более широкой аудитории. Это можно приписать влиянию Пафа Дэти. Все мы знаем историю о том, что Паф познакомился с Бигги, увидел его талант, обалдел, но Бигги в то время занимался торговлей наркотиками, и Паф старался всеми силами уговорить Бигги бросить это и сконцентрироваться на музыке. Все мы знаем, что этот альбом писался в два захода. На первом заходе первая половина песен была записана еще когда Бигги занимался грязными делами, вторая половина была записана уже на Bad Boy Records, когда Пафу удалось уговорить и вытащить Бигги из этого и сконцентрировать его на музыке. Все мы знаем, что Бигги не хотел изначально читать на бите Juicy, потому что считал его слишком женским, слишком мягким, и в целом Бигги видел свой дебютный альбом как уличный сырой гангста crazy ass shit, но Пап Дэди смог уговорить его не только зачитать на Juicy, но и попробовать достигнуть более широкой аудитории, и у него это получилось. Juicy дошел, либо Juicy, либо Бигг Папа дошел до шестой позиции на Billboard. Кроме того, когда ты слышишь Бигг Папа, ты не только слышишь Бигги уже более мягким, будто бы заигрывающим сослушателем, уже не агрессивным, но ты слышишь и G-Funk бит на этой песне. То есть, как мне кажется, вот все это разнообразие, которое мы слышим в итоге на Ready to Die, можно отдать в заслугу Папа Дэди, который стал архитектором одного из самых больших альбомов в истории хип-хопа. И последняя песня, которую я хочу отметить, фактически завершающая песня этого альбома, это Suicidal Thoughts, или Suicidal мысли. И несмотря на редкие включения радости на этом альбоме, несмотря на историю секса на этом альбоме, главный герой в конце альбома возвращает нас к тому, с чего он начал, в словах, где он говорит «Когда я умру, в жопу я попаду в ад, потому что я кусок дерьма, и это не так сложно разглядеть. Не имеет смысла идти на небеса с хорошими чуваками, а не одеты в белые. Я же люблю черные тимбленды и черные худи». Этот альбом начался с его манифеста о том, что я готов умереть, что значит «меня уже больше ничего не держит», что значит «либо я достигну того, что я хочу, либо я умру». И он заканчивает на этом манифесте. Не забывайте, я готов умереть. И я знаю, каким будет результат того лайфстайла, который я выбрал. Затем на этой песне мы слышим снова-таки, снова-таки, снова-таки его маму, где он говорит «Всю свою жизнь меня считали куском дерьма. Я лгал своей матери, даже украл из ее кошелька. Преступление после преступления, от наркотиков до вымогательства. Я знаю, моя мама сейчас думает, лучше бы я сделала аборт». И затем завершает свой гранд опус, биги, абсолютно прямолинейными словами, абсолютно прямолинейным концом. «Стресс нагнетается. Я не могу поверить. Я действительно думаю о суициде. Я действительно готов уйти. Клянусь богом, меня зовет смерть. Но нет, тебе не понять. И мы слышим, как герой пускает тебе пулю в лоб». «Ready to die» в 21 год. Почему человек в 21-22 заявляет о том, что он готов умереть? Этот альбом об этом. Этот альбом о том, чтобы показать тебе истоки, корни, боли людей, которые живут этим образом жизни. «Я готов умереть». Это своего рода манифест. «Я готов умереть». Это своего рода дневник, который выполнен одним из выдающихся, самых выдающихся, не рэперов, а поэтов 20-го века.